всем доброе утро ребят у нас в общем начинается самое интересное смотрите видите там вдалеке стоят полицейские они лентой сейчас будут перекрывать парк ну по крайней мере вот эту зону где все делают пикник я щас перекроет и вообще в парке никого нет то есть людей совершенно нетусь я вчера если выезжал то люди были на прогулке ну я вам показывал то сегодня людей вообще нет именно в парке запретили прогулки все остальное поэтому будем смотреть полиция тут как тут не только знаете что интересно пума ты куда выбралась не интересно вот если у человека есть собака вот как вот например вон та семейка видите идет мама дочка и собака то как быть собаку же нужно выгуливать этот момент неинтересно ты не думала об этом да ты ждала собаку не закроешь да да вон там ты вижу семейка пума там лазит что-то по я сейчас забуду и закрою тебя тут и будешь жить на улице в общем полиция тут как тут по идее будут если кто-то будет гулять играть то будут выгонять и штраф ну я не знаю я не думаю что будут предупреждение делать а я думаю на штраф 3000 вон кстати женщина в парке и к ним идет полицейский не знаю видно нет ты не разговаривает а что-то спрашивает ванюша ушел сам играть в свою комнату пазла собирает на липучках он их точнее грызет изучает там эти пазлы из полтора года начинаются вот но я решила достать немножко раньше ну чтоб он познакомился это все дело по облизывал попробовал липучки он кстати очень любит что я думаю пазлы сойдут правда у нас тут треш я сегодня хочу доубирать и перестановку хочу сделать правда еще не знаю как ванюш сын оля а что ты тут делаешь пазла собираешь смотри ой сыночек смотри нет это не надо запасные сыночек смотри коровому корова приклей коровы сюда давай приклеим бидон с молоком а где рыбка куда рыбка делась так это осложенный у нас синица что не знаю что вот сюда приклеить что вот это такое значит не нагоняю что такое вот это лапка ладно а это наверное не знаю ребята что это я не понимаю вот есть инструкция это от крюшки это у нее следы такие у крюшки такие следы ну ладно походу инструкция веселая ферма еще всякие разные это все от трех лет а именно эти пазлы они на полтора года с полтора полутора лет так мышки а вон карточки лежат на которые я еще не приклеила липучки вот это ай блин они еще классного материала такого сделаны что ну и нет они бумага и не картона пластик то есть а я не могу не могу взять ё-моё давай-давай-давай-давай Катя ты можешь давай во все взяла они пластиковые и то что он их грызет в принципе ничего страшного не произойдет сейчас я вот эти вот липучки наклею вот сюда сыр и вот сюда так куда ты делал ту другую это уже приклеенная сыночка где та другая вот она ой у нас тут зайку надо же приклеить сыночка зайка и морковка так курочка курочка вот сюда собачка вот сюда вот зайчик зайчик мой зайчик хрюшка хрюшка хрю 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 вот сюда прикольная штука будем играть развивать да сыночка смотрите он вроде начинает догонять бери курочку Ванюша держи курочку клей курочку вот сюда вот так молодец вот так смотри вот так оба ура получилось что делать на карантине правильно заниматься уборкой мою полы в общем многие просили меня рассказать про нашу парашвабру она у нас проводная сейчас покажу фирму вот фирма самой швабры но я бы не рекомендовала вам ее покупать именно эту модель я даже не знаю что это за модель вот не рекомендовала потому что сейчас уже есть вышли новые модели намного удобнее практичнее это конечно тяжелое и неудобно то что она на проводе потому что у xiaomi уже есть беспроводная да тоже швабра только без провода я в свое время когда покупала их еще не было всяких разных так много вот но именно эта фирма она специализируется именно вот на уборке полов мебели у них разные есть аппаратики так что присмотритесь там есть получше чем вот это принципе мыть можно здорово все очищает я специальные средства беру антисептика плюс средства для вот ламината чтобы он не вздулся и очень хорошо работают единственное что она такая немножко хлюпенько вот сломалась вот эта вот штука чтобы снимать вот эту вот базу от самой швабры идет в комплекте две тряпочки можно стирать сушить стирать сушить очень удобно вот но она довольно легкая но первое время когда я мыла полы я натерла себе вот тут вот между этими двумя пальцами мозоли вот сейчас уже нет конечно мозоли но первое время да было сложновато и нужно постоянно держать кнопку это неудобно чтобы именно шел поток пара нужно зажимать кнопочку так просто ничего не будет происходить и очень быстро заканчивается жидкость резервуар вот этот вот довольно маленький его хватает в принципе вот на зал и наш маленький коридор и все потом заново нужно набирать средства вот ну а так в принципе конечно штука классная получше чем обычная швабра и очень хорошо все отмывает то есть если какие-то прям супер загрязнения просто нужно так потереть несколько раз и все и все отходит так что моем полы пока Ванюшка спит Ванечка его уложил и сейчас будем пока я мою Ваня сделает кофе будем пить кофе а мы решили поубираться на нашей террасе подготовить ее уже к новому сезону потому что у нас так тепло на улицу выходить нельзя именно гулять поэтому будем тусоваться на террасе сейчас все постираем все вымоем и будет у нас красота я хочу снять шторы и тюль тоже их постирать закинуть стирку в сушилку и пока все у нас переехало вот сюда наша мини игровая я так мечтаю чтобы у Ванечки была своя комната игровая или же своя спальня огромная где он будет спать и играть чтобы вот это в зале не было мне просто раздирает мое разрывает мое сердце я тут люблю в зале чтобы все было под один цвет там декорация все дела игрушки вообще не вписываются вот у нас уже шланг здесь с водой мы сейчас будем водой все это мыть потому что у нас цветет сосна и у нас все в этой пыльце ужасное видите вот выходить вообще нереально очень грязно вот вот и заодно цветочки все наши помоем все нужно помыть давай наверное мне все подушки я закину их стирать стиралку а ну давай ну да логично мне нужно что оба все quiero внутри криمة сейчас вот так все это происходит все Все вымыем. Все. Чистота. Тут все вымыто. Я прочистил вот этот сток. Там такая жесть была. Все сейчас чистенькое и красивенькое. Наш Ванюша обедает. Я поставила сюда стол. Потому что из-за вот этого перекладины стол не задвигается. Я брала столик и посадила его вот таким вот образом. Это классная тарелка. Она прилипает и не двигается. У него сегодня овощи. Сегодня обед такой овощной. На ужин у нас рыба будет. Морковка, фасолька, цветная капуста. Кстати, стал есть цветную капусту. Прям вообще очень хорошо. И брокколи. Вот он любит. Сейчас в последнее время прям не любит, когда его кормят. Хочет все есть руками. Ну, учиться. Поэтому вот готовлю овощи ему. Пусть сам ест. Тогда потом все убирать нужно. Вымывать. Ничего себе ты придумала. Классно? Да. Кушай, сыночек, кушай. Стеллся оторвать или нет? Нет. Пока еще нет. Но он ее не оторвет. Она приклеилась. Просто оно клеится только на глянцевые поверхности. Да, на гладкие. А у нас столик. Он такой шершавенький. И к нему не липнут тарелки. Это очень странно, почему они сделали такого типа. Не знаю. Она даже мыть неудобно. Бывает, вот он так возьмет картошечку или морковку. Вот так вот потрет ее. Она объедается до сих пор. И потом ее сложнее вымывать. Странно, почему они так сделали. Кушай, сыночек. Приятного аппетита. Ну что, узнаете комнату? Нет, не узнаете. Это детская. Карантин. На улице никого нет. Полиция всех штрафует, кто выходит без надобности. Вот. Чем нужно заниматься? Правильно, уборкой. Сынок, ну... Упадет, упадет, упадет. Господи, это нужно убрать. Смотрите. Ух! Сколько мягких игрушек. Плюс лучше положить. Ку-ку. Сейчас будем с тобой, сынок, думать, что куда нам ставить. И каким образом. Так. Ну, сейчас подумаем. Так, мне пришел в голову вот такой вариант. Изначально я планировала, чтобы бассейн был в детской. Да. Вот он в детской. Тут, в общем, пеленальник двигать не буду, потому что... Очень удобно. Возле шкафчика с одеждой. Тут все его переодевать. Все дела. Поэтому, наверное, пока не на 100%, но комод пока останется здесь. Вот сюда, наверное, я поставлю кресло-качалку. Потому что это очень удобная вещь. Ну, как бы укачивать, с ним сидеть. Ночью я его успокаиваю, если он просыпается. Ну, в общем, кресло пока у нас еще используется на все 90%. Ну, не на 100%, но на 90%. И... Да. Еще у нас здесь гора игрушек мягких. Но я хочу какие-то пустить на батарею игрушки. Вот. И какие-то игрушки где-то туда сложим. И я убрала ковер. Сейчас начнется жара. И этот ковер ни к чему. Только будет собирать пыль. А вот зимой, конечно, да, лучше, чтобы был ковер. Пока его уберем. Вот. И вот этот балдахин. Я сейчас уберу его. Будем без балдахина. Да? Классно? Тебе нравится? Здорово, да? Так. К нам тут в гости Пума пришла. Теперь мне не нравятся здесь столики. Мне кажется, они тут вообще не в тему. Мне кажется, они здесь лишние. Но кресло классно. Кровать. Игрушки. И вот с этой стороны. Вот так вот. Мне кажется, здорово. Надо бы еще убраться на том балконе. И все. И будет красота. Но мы планируем. Мы сейчас поубрались на той террасе. И здесь тоже нужно все повымывать. Все пообирать. Будет круто. Ой. Врезалась. Надо что-то разобрать, наверное, эти столики и убрать. Я тут занимаюсь приготовлением ужина. На ужин у нас будет лосось. Стейк лосося. Это нам на троих. Ванечка у нас тоже есть рыбу. Да, я уже потихоньку ввожу ему ту же самую еду, что и мы едим. В общем, здесь немножко чесночка сушеного. Соль, спаржа, батат, немного оливкового масла только на овощи. И все. Отправляем это все в духовку. И Ваня будет маленький кушать эту рыбу. И у него свои овощи вареные, которые я ему подогрею. Ну или если захочет, то и это тоже может поесть. И еще я приготовлю свежий салатик сейчас. В чернишку добавляем салат-микс. Добавляю кукурузу. Нарезаю помидорки черри. Добавляем их в салат. Берем половинку авокадо. Смотрите, как легко снимается кожица. Опа, и все. Также берем одну небольшую вареную свеклу. Тоже нарезаю и ее, наверное, кубиками нарежу. Теперь в салат добавляем соль. Особенно на свеклу и авокадо. У меня есть вот такая вот специя специально для салатов. Сейчас я покажу вам состав. Вы можете нажать на паузу и посмотреть, что сюда входит. Можно самим сделать такую заправку. Очень вкусная специя. Прямо балденная. И поливаем все оливковым маслом. Все. Оливковым и, по возможности, еще фисташковое масло добавьте. Это будет невероятно тогда вкусно. Еще я решила добавить немножко перца молотого, черного. Все. Теперь все. Салат готов. Мы садимся кушать у нас сегодня на... Ну, вообще, как бы по времени, по прямому пищу, это должен быть обед. У меня, по крайней мере. Но это уже ближе к ужину. Дело обстоит. Мы будем есть сальмон, спаржу и батат. Еще у нас салатик есть вкуснячий. У Манюшки тоже самое. Только он сам у нас есть. Видите? Какой молодец. Он же причмокивает. Так что всем приятного аппетита. Приятно. Ой, как хуже. Хочется кушать. У тебя тоже? Очень. Я обедала с салатиком. Это было, наверное, 4-3. Чтобы мы проголодали. Да, сынок? Угу. Кофе. Сейчас будем какой-то фильм смотреть. Я уже поубирала игрушки, потому что у нас теперь чисто дома. Вот. Все. Малыш спит сегодня немножко раньше. в 9 вечера, потому что не спал весь день. Все. Можно пить кофе и отдыхать. Катя. Да. Мы сейчас будем с тобой играть в супер игру. Ну, давай. Ты готова? Угу. Условия игры очень простые. Тебе нельзя говорить слово «нет». Хорошо. Начинаем? Начинаем. Напряглась. В общем, перед тобой три двери. Угу. Ой. Смотришь? Нет, не смотрю. Перед тобой три двери. Можно пойти налево, посередине и направо. Угу. Ты в какую дверь пойдешь? Ну, наверное, посередине. Посередине. Хорошо. Ты проходишь через эту дверь, дальше еще три двери. Можно пойти налево, по центру и направо. Центр. Ты что, знаешь эту игру? Нет. Ты проиграла. Это как барышня вода. Блин. Да, я скоммунитил. Это из инстаграма. Но мне показалось, ты поймаешься или нет? А я думала, ты креативный. Зря ты так думала. Сам придумал. Оказалось, спер. Спер. Что будем смотреть? Будем смотреть Соник. Знаешь, кто это? Это игра. Синенький такой. Да, ежик. Персонаж. Или гольца собираешь. Синюшный. Синюшный персонаж. И который синяч. Вот. Видишь, гольца? Угу. Все? Включаем? Да. Все, наш компьютер обратно переехал в студию. Теперь он будет стоять здесь, потому что все-таки здесь удобнее, когда он стоял. Вот. И, наконец-то, мы это сделали. Я вам по кругу показывать не буду, потому что красиво только тут. Все остальное это шесть. Надо наводить порядок. А еще сегодня я провел первый такой стрим на канале Sweet Home. Было достаточно много людей. Все, кто там был, пишите в комментариях, как вам стрим. И я планирую, наверное, по крайней мере, пока мы на карантине, проводить стрим. Не знаю, будет это каждый день или нет, но мне показалось это интересно, поэтому завтра жду вас на канале, на Sweet Home. Буду проводить стрим. Не знаю, сколько времени. Поигра, наверное, часика полтора, два, может быть, в лучшем случае. Вот так что увидимся с вами завтра. Заходите на Sweet Home, и там будет стрим. Не знаю, что буду играть, но завтра уже и решим. Так что все. Увидимся с вами завтра и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok